первый месяц весны и первый активный месяц для дачников вот сейчас на канале антонов сад разберемся со всеми садово-огородными работами и в какие даты ими лучше заняться ну что как обычно сначала пройдемся по благоприятным и неблагоприятным датам а потом обсудим что нам предстоит сделать в марте большая часть месяца благоприятные дни когда мы можем работать с растениями практически без ограничений сеем сажаем пикируем пересаживаем боремся с болезнями и по возможности выбираемся на участок нейтральные дни лучше поработать землей подготовить грунт для рассады а если позволяет климат то и заняться грядками в теплице и в неблагоприятные дни которых марте всего 4 переберите семена и посмотрите какие удобрения и препараты для борьбы с болезнями и вредителями вам стоит докупить и так в марте мы продолжаем сеять перцы и баклажаны и приступаем к посеву томатов лука и сельдерея можно посеять на рассаду капусту которую мы будем выращивать для раннего потребления в теплице и если вы пропустили то знайте что мы создали шпаргалки по выращиванию перцев томатов и баклажанов электронные версии можно скачать по ссылке под видео но в марте мы 7 на рассаду не только овощи но и цветы например астру петунию портулак однолетний фикус примулу и колиус кстати о размножении колиусов у нас недавно вышло видео обязательно загляните и посмотрите в зависимости от региона можно вытаскивать на проращивание георгины не лишним будет осмотреть и луковицы гладиолусов в марте мы начинаем пересаживать и наши комнатные растения выбирайте для этого горшки всего на 2-3 сантиметра больше предыдущего сажать сразу большие емкости не стоит цветы могут затормозиться в росте если случайно их перелить корневая система может загнить кстати пикировку рассады можно проводить в те же даты что и пересадку цветов ну и в первый весенний месяц мы снова начинаем кормить наши комнатные растения они просыпаются начинают активно расти им конечно же нужны для этого силы про подкормки рассады тоже не забывайте мы недавно на канале рассказывали про все удобрения с дозировками для разных культур там же есть информация про дефицит питания и как понять какого элемента не хватает вашим растениям к сожалению болезни и вредители тоже не дремлют и атакуют наши растения даже на подоконнике рассада в первую очередь поражается черной ножкой и корневыми гнилями из вредителей первыми можно заметить тлю и белокрылку их легко можно принести вместе с цветами из магазина поэтому всем новым растениям устраиваем дома карантин и для профилактики обрабатываем фунгицидом и инсектицидом почву для посева и пикировки обязательно обеззарастить тем более если вы используете землю со своего садового участка добавьте грунту препараты на основе сенной палочки и триходермы а если погода уже позволяет можно заняться и грядками в теплицах за месяц до начала сокодвижения можно провести обрезку деревьев только следите чтобы температура не опускалась ниже минус пяти градусов обязательно обновите побелку на деревьях чтобы уберечь их стволы от морозобоем но белите при температуре не ниже плюс пяти градусов а чтобы избежать снеголомов например у ту и освободите ее ветви от снега потому что при таянии он потянет ветки за собой ну в общем то и все вроде перечислил немного но сколько работы за всем этим стоит так что настраиваемся и приступаем с вами на канале антонов сад был евгений и скоро увидимся снова